1 октября день Ариадны Арины Ирины Она была рабою и отказалась идти в языческое капище За это ее били без всякой жалости Долго морили голодом, принуждая отречься от Христа Наконец отпустили Потом передумали и послали погоню Видя за собой погоню, Ариадна подошла к скале И стала молить Бога, чтобы он избал ее из рук врагу Сейчас по божественному повелению скала раскрылась на две половины Святая вошла внутрь камня и половины скалы вновь соединились Октябрь месяц, приметы и особенности октября Месяц ненасти, начало семейного счастья Говорит об октябре народная пословица Сегодня начинали собирать шипунник При этом полагали, что самый полезный шипунник тот, который собран на Арину Наши предки использовали его не только в кулинарных, но и в лечебных целях Готовили из шипунника отвар и настой, который применяли для укрепления здоровья Даже валили кисели, варенье Из шипунника получался вкусный и полезный мармелад, повидло Журавли улетали в теплые края Люди, видя журавлини клин, кричали вслед «Колесом дорога!» Наши предки верили, что журавли являются вестниками тепла И их отлет предвещает холода Вот так они старались продлить теплые деньки Продолжались девичьи посиделки с заготовкой капуст Приметы Если на Арину журавли полетели, то на Покрова 14 октября Надо ждать первого мороза Если не видно в этот день журавлиного клина Раньше Артемьева дня, это 2 ноября Не ударит ни один мороз Какой будет погода сегодня, такой она будет и 1 апреля Птицы с отлетом не спешат, скорее всего зима придет не скоро Если береза еще не потеряла своих листьев, снег будет не скоро Геннадий Ильич, а вы скажите, сколько вот этот вот хэй, который заболел почками И который открыл нам хунзу народ Он сколько весил? В 41 год он весил 25 килограммов Это говорит о том, что настолько его организм уже истощился в борьбе с болезнью Что он уже был на грани жизни и смерти А когда он уже начал есть так же, как и люди народа хунза Он набрал вес 60 килограммов Нормальный вес? И важно, когда человек питается естественной пищей У него срабатывают такие механизмы в организме Что они препятствуют чрезмерному набору веса Потому что мы в основном едим ту пищу, которая нам не свойственна А потом мы удивляемся, а почему вот так? Да Поэтому Говард Хэй коренным образом перестроил свое питание Стал есть лишь то, что приемлемо для человека Он употреблял продукты только в естественном виде, в небольшом количестве И те продукты, самое интересное, знаете, что вообще у нас произошло сейчас с продуктами? Для жизнедеятельности нам нужны определенные продукты И особо не видоизмененные Но продукты несут вкусовые ощущения И как бы сказать, можно с помощью продуктов себя разбаловать Можно И поэтому сейчас кулинария, сейчас пищевая промышленность пошла по пути Он говорит, вот потакание извращенным вкусом человека Вафли вы там ели, пирожные ели, кофе там пьете с сахаром и так далее, и так далее И что получается? Ну как вафли? Это было страшно сказать, в каком году А вы что, не ели вафли в детстве? Ел А печенье? И печенье, да, ел А сейчас стараюсь как можно реже, только при большой необходимости съесть А вы какие в детстве любили, вообще что вы любили в детстве из еды? У вас были какие-то капризы или отдельные вкусы? Ой, детство было, конечно, не такое богатое, как сейчас Поэтому семья рабочая была И в основном это, ну что ли, любили там картошку, селедку действительно Вот такое мясо изредка там было А, ну это хорошо, кстати, что мясо изредка было Так вот хей, как он говорит, он с 25 килограмм поправился не до 60, а до 80 А, до 80 И стал себя чувствовать свежее, работоспособнее, чем в молодости Вот что значит правильное питание Он полностью выздоровел, хотя медицинские светила его в времени считали, что он обречен на верную смерть Впоследствии хей, с помощью разработанной им методики питания на основе диеты, их он закутал Ну и привлечением других оздоровительных средств Лечил тысячи тяжело больных людей самых различных болезней Так, хочу показать, как это выглядит Ну прекрасные как раз такие Ну мы в демонстрационном виде делали, да Мы сегодня-то и съедим, а так их можно как пельмени наделать, наделать И на какой-нибудь, допустим, там праздник детский Да даже на взрослые, я вам скажу, что вот в случае, допустим, моего дня рождения У меня такой десерт, и я считаю, что я правильно живу Кстати, Танюшу мы поздравляем с днем рождения, она ведь стоит за кухонным столом, но тем не менее мы... Спасибо большое! И с удовольствием съедим ее... А попробуйте сладкую! Какая сладкая? Да, да, да Кстати, она и с медом, и без меда будет немножечко сладенькая Сладенькая, да? Я очень рада, что я провожу этот день с вами, друзья, честное, взрослое слово Ну как? Отлично! Может, постоять еще надо им чуть-чуть в холоде? Пускай немножечко постоит Питаются, да? Да, впитаются Сок Слекольно еще подсохнет И будет вообще великолепно Итак, мы с вами разобрали Питание Хунзакутов Немножечко разобрали Что его надо применять в своей практике И те люди, которые действительно его применяют Могут жить не отдельной семьей, а целым временем Без болезней, долго и хорошо Чего и мы вам желаем Продолжение следует... Продолжение следует...